Всем привет! Сегодня будет торговый план на неделю по биткоину и по эфиру. Несмотря на то, что у меня давно уже не было обзоров, я все равно каждый день практически сбрасываю свои идеи в телеграм. И смотрите обязательно, подписывайтесь на мой канал, потому что оба, например, последних моих прогнозов полностью себе отработали. И у вас были бы неплохие точки входа в лонг и в шорт, я рассказывала. Давайте начнем вообще с эфира. В прошлый раз начинали с биткоина, начнем в этот раз с эфира. Это мой четырехчасовый таймфрейм на платформе, где я работаю. Вы видите, все зоны у меня четко отработаны и четко отрисованы. Давайте разбираться, что произошло. Про точку входа я хорошую говорила здесь. В прошлый раз это еще было неделя назад. Почему? Потому что у нас был здесь запертый объем. Я говорила, что если мы придем сюда на тест, то это будет хорошая точка входа с целью 378. Я, значит, писала там 378. Здесь я, на самом деле, не с первого раза зашла в шорт. Меня выбило по стопу, потому что, например, на трейдинге я не могла здесь определиться с нормальной зоной поддержки. Потому что у меня же вот этой картинки не было. И изначально мне хотелось эту поддержку сделать. Вот в этой части, где-то на 416, на 418. Я заходила здесь на вот этой свече в шорт. И меня вот выбило по стопу, потому что я здесь ставила за максимум. Когда уже дальше оно начало, я увидела, что все равно любое закрытие, оно было под зоной этой поддержки. Тем более это 4-часовой таймфрейм. Это очень сильный таймфрейм, где вы можете нормально торговать абсолютно без дерганий, если вы не хотите торговать в интродэе, а хотите торговать в краткосрок, например. Поэтому здесь была очень хорошая точка входа. Потому что я еще писала в телеграм-канале, что если вы будете видеть, что свечи здесь не закрепляются, не закрепляются выше этой зоны поддержки, выше зоны 419, тогда можно смело здесь заходить в шорт. Вот такая ситуация происходит, вот если взять биткоин и эфир, за 4 месяца она уже была 4 раза. То есть приблизительно раз в месяц или на более младшем таймфрейме, на часовом, например, либо на более старшем таймфрейме. Такая ситуация происходит, ее нужно видеть, потому что она дает очень хорошую точку входа с очень коротким стопом. В общем, со второго раза я все-таки в эту сделку запрыгнула, и у меня стоял тейк-профит на 378. На 378 стоял тейк-профит. Когда мы дошли сюда и начали здесь разворачиваться, конечно, я не ставлю стопы в безубыток. То есть у меня стоп здесь как стоял, так он стоял дальше. И надо, наверное, как-то подучиться. Надо было взять еще одну здесь сделку, потому что я проводила контртрендовую, и мы пробили эту контртрендовую. Вот это был третий отбой контртрендовый, и надо было здесь еще добирать шорт, но я его не добирала. И вот, в принципе, на 378 мы пришли. Дальше здесь был очень хороший тест. Вы все прекрасно это видите. Я зашла в тест чуть-чуть позже, потому что я, например, поздно посмотрела, и я зашла уже вот на этой свече. То есть у меня 385-386 сделка сейчас есть. Ну, вы видите, все прекрасно. Тест находится возле зоны поддержки, тем более эту зону поддержки я не рисовала прямо сейчас. Эта зона поддержки у меня уже, начиная с 12 августа где-то, когда я здесь увидела тест. И, например, вот в этих точках мне уже неудобно заходить. Но эти тесты, даже если вы пойдете на час, например, на час еще лучше видно, как будет здесь тест развиваться. У вас здесь есть спайк. Здесь можно было провести зону поддержки для вот этой части графика. И здесь зону сопротивления. Как только здесь мы протестировали эту поддержку, тем более вы даже можете увидеть, что здесь полностью интереса никакого не было, не было небольшого объема, ничего. Мы протестировали эту поддержку и, естественно, пошли выше. Что дальше? Дальше. Про эту, кстати, сделку я тоже писала, что если вы увидите пару зеленых свечей, здесь вот я говорила, что если вы увидите пару зеленых свечей, можно было заходить. Мне лично можно было зайти еще раньше. Вот когда вы видите такие ситуации, надо уже заходить на закрытие вот этой свечи. Ну, конечно, тогда у вас будет стоп. У меня просто риск больше здесь. И стоп я поставила, чтобы он был безопасный изначально на 371. То есть большой стоп. Но зато тейк-профит у меня стоит 338. Я решила, короче, не сильно рисковать. Можно поставить тейк-профит под поддержку. Ой, извините, под сопротивление. Но я не решила не рисковать и поставила его чуть ниже. Почему? Потому что захотела посмотреть, как будет отрабатывать ситуация себя здесь. Поэтому я сейчас все еще нахожусь в сделке. Что вообще можно дальше смотреть? Вот это, это точка тейк-профита. То есть это для меня зона потенциальных продаж. Так как это были максимумы. И здесь на пробой заходило очень много участников. На ложном этом пробой засадили здесь запертый объем. Мы улетели очень быстро ниже. Поэтому, конечно же, здесь, во-первых, будут выставлены очень много лимитников на продажу. То есть будет выставлено много отложенных ордеров. Поэтому я всегда под такими зонами сопротивления, я всегда фиксируюсь. Потому что вот здесь как раз-таки мы можем увидеть что-то типа двойной вершины. И тогда я уже буду смотреть здесь паттерн для шорта. Если мы не будем закрепляться, то есть если мы не будем показывать какого-то паттерна на лонг, то пока я не вижу никакого смысла говорить о том, что будет здесь. Сначала сюда нужно прийти. Что может произойти дальше? Дальше у нас здесь такая ситуация. Сейчас цена стоит на уровне 425. И мы можем увидеть вот такой тест к зоне поддержки 419. Видите, у меня здесь даже стоит алерт. И дальше, если мы приходим сюда. То есть если мы сюда не приходим, я просто сделку доведу до конца. И здесь она у меня автоматически закроется по тейк-профиту. Если мы придем сюда и вот тут, если вы не успели зайти на весь этот драйв и вам хватит запаса хода где-то 20 пунктов, например, по эфиру, если вы работаете именно трейдер, если вы трейдер, работаете в краткосрок, а не до долгосрок, то тогда вот здесь можно посмотреть, что будет возле этой зоны поддержки. Будем закрепляться выше этой зоны поддержки. То есть будем пускать тени здесь, будут ложные пробои. И если я увижу разворотный момент в лонг возле 419, я еще докуплю. То есть я еще усредню свою сделку, но это не усредню, это получается будет добор у меня сделки. Я еще где-нибудь здесь доберу сделку и уже доведу ее все равно до 438. Пока у меня план такой. Дальше, дальше вот здесь я уверена, что я сниму видео о том, когда мы уже будем здесь находиться. На мой субъективный взгляд, мы сюда должны прийти, то есть мы должны протестировать вот эти вот зоны. Не факт, что это будет сегодня, мы можем пойти на коррекцию такую тухлую, можем постоять здесь, поконсолидироваться. И если я не увижу никаких сигналов на шорту, сделку я буду держать. Придем сюда, я еще доберу. У меня где-нибудь, у меня точка входа здесь на 386. Вот так вот примерно у меня точка входа. И я ее тогда поведу, здесь делаю еще добор. Это что касается эфира. Давайте смотреть биткоин. Биткоин, да, действительно как-то уже очень странно повторяет паттерн, который мы видели с вами здесь. До сих пор биткоин стоит во флете. Мы вышли здесь с канала и ушли еще ниже. Если вы посмотрите, например, на TradingQ, смотрите эту зону, я вам показывала еще в прошлом видео. И говорила, что часто мы очень приходим заполнять этот объем. Во-первых, здесь уже, я, например, не захожу в таких моментах, и у меня вот по биткоину шорта не было. Потому что я для себя лично не нашла хорошую точку входа. Поэтому биткоин я полностью пропустила, я торговала эфир. И естественно, как и на биткоине, я заходила, вот моя точка входа. Я зашла здесь чуть раньше, 11300, где стоит мой алерт. Почему? Потому что я увидела тест, и вы можете здесь даже посмотреть, на часовом таймфрейме была очень хорошая точка входа. Точно такая же, как на эфире, я все это показывала в своем телеграм-канале. И говорила, что вот если вы увидите пару зеленых свечей, то можно заходить. Я, например, не попадала на такие сквизы. Ну, если вы попали, то очень жаль, конечно. Но вот то, что здесь произошел разворотный момент, и мы не дошли до поддержки, значит, на мой взгляд, еще пока у покупателя есть способность и силы покупать. Чего я жду по биткоину? По биткоину я жду теста, опять же, вот этого периода. То есть теста уровня 12, 318, 12, 391. У меня здесь стоит тейк профит. Вообще, если вот брать, например, точку входа в лонг, и куда можно держать? Я бы держала лонг до района, давайте здесь покажу. Я бы держала лонг до района 13600. То есть если у вас есть какая-то долгосрочная сделка, здесь бы я уже прикрыла, например. Я, конечно, могу выйти, перезайти еще раз. Что может произойти с биткоином, к примеру? То есть мы сейчас стоим возле локальной зоны сопротивления. Эту зону можно убрать, и можно ее сюда протянуть. Мы стоим возле локальной зоны сопротивления. Как раз-таки сейчас у нас может здесь сформироваться какая-то голова и плечи, например. Мне бы, если честно, не очень хотелось, чтобы это сформировалось, и все равно мы приходим сюда. Я пока не вижу разворотного паттерна именно в шорт. Нужно смотреть, потому что я могу ошибаться. Я, по крайней мере, встаю в лонг. Вот, можно нарисовать еще раз. Увижу здесь тест, увижу, что мы здесь откупаем разворотный момент, то я просто еще здесь сделку доберу. То же самое, как я и сделаю на эфире. Мне бы лично не хотелось, потому что не может два одних и тех же паттерна формироваться вообще с периодичностью. За два месяца два одинаковых флеток как-то очень это странно для меня. Поэтому мне хочется, чтобы здесь был какой-то небольшой откат. Небольшой откат не то, что хочется. Я буду смотреть, будет ли здесь такой откат небольшой. Разгон. И мы можем пробить. И на очень сильном импульсе у нас здесь будет первая остановка. И все равно должны прийти сюда, должны протестировать этот хай. 12-289. Если, например, вы заходили по моему сигналу, который я показывала в телеграм-канале, я бы фиксировала здесь, и у меня стоит здесь фиксация. Есть ли иные условия, никакие вообще не испортят погоды на графике. Примерно вот так. Что будет дальше? Дальше уже нужно смотреть. То есть нужно смотреть, будут ли какие-то разворотные моменты, начнем ли мы здесь набирать объем. То есть я думаю, что актуально будет, если я расскажу, когда мы как раз таки будем в районе 12-300, 12-400. В этом районе я расскажу, что я буду делать в принципе дальше. Но паттерн пока смотрится очень аккуратно. И очень аккуратно как раз таки смотрится вот этот вот тест, вот эта поддержка. Этот тест означает, если даже вы посмотрите на кластеры, вот они, объемы фиолетовые, объемы, которые откупали. Даже давайте пойдем на час. Вот был первый тест. Первый тест не дал никакого результата. Я захожу после второго теста. Вот как раз таки второй тест. Видите, свеча полностью пустая. Это значит, что у нее не было никакого объема. Но обычный вертолет. И вот как раз таки здесь вот этот объем мне показало то, что нужно срочно заходить в лонг, что я в принципе и сделала. Видите, начали появляться, давайте я увеличу, начали в свече появляться объемы. И когда я вижу, например, лично я на тесте максимальный объем, то есть тест для меня это вот этот второй уровень. Здесь у нас была вот такая локальная зона поддержки. И когда я вижу, например, тест с объемом в тени, следующая свеча выкупает. То есть вы видите, что здесь объем в тени. А если вы присмотритесь, присмотритесь кластером, то вы увидите, что максимальный объем свечи как раз таки был выше всех вот этих фиолетовых объемов. Это в кластерах обычно не показывает. Это именно я, это именно я подсвечиваю фильтры, которые мне нужны. И то, что я вижу, что этот объем весь выкупили и цена толкнула котировку вверх, закрывшись максимальным объемом выше этого всего. Здесь можно было смело открывать лонг и здесь был бы не очень такой же и стоп. Ну, для меня лично, например, на эфире получился большой достаточно стоп. Здесь у меня вот сколько я заходила, наверное, 1200, 1250 и на 1101, ну, вообще ерунда, 150 долларов стоп-лосс. Про свои тейк-профиты я вам здесь рассказала, что сейчас происходит. Сейчас мы просто набираем объем. Мы, естественно, пришли, это 15-минутный таймфрейм, то есть мы пришли к локальной зоне сопротивления и пытаемся сейчас как-то ее протестировать. Нам нужно еще хороший разворотный момент, то есть мы должны на хорошем объеме протолкнуть сделку дальше. Если, например, здесь начнется калицелидация вот такая, как в этой части, возможно, я 50% сокращу позицию. Мне нужно посмотреть, что будет выше. И когда мы уже придем сюда, если мы нарисуем эту голову и плечи, если я буду видеть, что мы дальше вниз не пойдем, то есть у нас не будет дальше нисходящего движения, тогда я здесь еще доберу. Но финальная цель у меня 212300. Вот такой сегодня у меня торговый план. Надеюсь, он вам как-то помог и вы правильно примете решение на этой неделе. Естественно, это только мое видение рынка. Вы можете его слушать, но всегда решайте и действуйте своей только головой. Все, всем удачной недели. Подписывайтесь на мой телеграм. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!